Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Его пророку и посланнику Мухаммаду саллаллаху алейху ассалям. Того, кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не собьёт с него, а кого Аллах собьёт с прямого пути, для того нет наставителя. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме единого Всевышнего Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и не умирайте не иначе, как будучи мусульманами. О люди, бойтесь вашего Господа, который создал вас из единой души, а затем создал из этой же души пару для неё самой и расселил множество мужчин и женщин. Бойтесь Аллаха, именем которого вы спрашиваете права друг друга и бойтесь разрывать родственные связи. Поистине Аллах наблюдает за вами. О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите правдивое слово. Если вы будете поступать таким образом, то Аллах простит вам ваши грехи, исправит ваше положение. Тот же, кто подчинился Аллаху и его посланнику, уже обрёл великий успех. А затем, уважаемые мусульмане, Истинная суть веры для каждого из нас имеет первостепенное значение. Самое ценное, чем обладает человек, мусульманин, верующий, единобожник в этой жизни, это его иман, его вера. Так что же такое вера с точки зрения ислама, с точки зрения Курана, Сунны? Вначале хотелось бы упомянуть о отличительных чертах этого важнейшего понятия. Именно ради веры Всевышний Аллах создал весь этот мир и всё, что на ней. И всё, что в нём. Всевышний Аллах говорит в Коране. Каждому, каждому пророку, каждому посланнику, которого мы отправляли до тебя, о Мухаммад, мы обязательно внушали в откровении, что нет никого достойного поклонения, кроме меня, говорит Аллах. Так поклоняйтесь же мне. Да, дорогие мусульмане, вера – это арена, арена борьбы добра и зла, арена борьбы истины с ложью и заблуждением. Ни для кого не секрет, что верующие во все времена подвергались испытаниям, гонениям, трудностям, которые их ожидали на пути воплощения этой веры в жизнь. Всевышний Аллах говорит, «Ахасибаннасу айютраку, айякулю аманна, вагумляю втанун». Разве же люди полагают, что они не будут испытаны после того, как они сказали, мы уверовали? Ответ очевиден, конечно же, нет. Если ты взял на себя ответственность называться мусульманином, то готовься к определенным испытаниям, большим или малым, но знай, что Всевышний будет с тобой, и Он на тебя не возложит больше того, что ты можешь вынести. Пророки и посланники завещали своим сыновьям и друг другу поклоняться Единому Аллаху. Ибрахим и Якуб, наши праотцы, пророки, завещали всем своим детям. «О, дети! Поистине Аллах избрал для вас определенную религию. Так не умирайте же не иначе, как будучи мусульманами». То есть Аллах для вас избрал Ислам, Единобожие. Следуйте Ему вплоть до конца своей жизни, до последнего своего вздоха. Истинная вера, как мы знаем, включает в себя шесть толпов. В первую очередь это верить во Всевышнего Аллаха, то, что Он существует, то, что только Он заслуживает поклонения, только Ему присущи все атрибуты господства и самые прекрасные имена и качества. Верить в ангелов, которых Он создал и сделал определенным связующим звеном между миром сокровенного и миром очевидного. Верить в те послания, которые Он верил ангелам, и верить в посланников и пророков, которым доносились эти послания посредством ангелов. Верить в ту цель, ради которой все это было неспособлено от Аллаха и готовиться к Судному дню, чтобы держать перед Аллахом ответ. И верить в то, что все, что было предначертано, это от Всевышнего Аллаха и по Его воле. Каждый из нас, когда собирается в какое-то путешествие, собирает самые нужные вещи. Ничего не нужного Он не берет с собой. И именно в вечное путешествие мы должны взять с собой самое необходимое. Это наше Единобожие, нашу веру во Всевышнего Аллаха и наши добрые поступки. Но вера — это определенная вершина, которую не каждому дано достичь. Аллах говорит в Коране Бедуины, которые только услышали об Исламе, о том, что есть такой пророк Мухаммад, начали принимать Ислам, когда увидели в нем силу и мощь. И определенные группы этих бедуинов, они просто подчинились, но еще не стали верующими в полном смысле этого слова. Именно об этом Аллах говорит. Бедуины сказали, мы уверовали, то есть мы верующие, то есть мы не просто мусульмане, а мы уже муумины, то есть достигли определенной степени. На что Аллах говорит, нет, не говорите, мы уверовали, говорите, мы подчинились. То есть вначале мы ослямно приняли Ислам, подчинились Аллаху, его посланнику. А потом, если Аллах вам дарует эту возможность, вы достигнете этой веры. Кто-то из вас достигнет. То есть полноценной веры. Также и фараон, который являлся одним из величайших примеров упорства, был величайшим тагутом. Даже он перед смертью засвидетельствовал, что верит в Аллаха, но это было уже поздно для него. То есть когда же к нему пришла смерть, и вот-вот он уже должен был утонуть, он сказал, я уверовал в то, что уверовали сыны Исраиля, племя Исраиля, и то, что нет другого божества, кроме того, кому они поклоняются. Хотя он их всю жизнь изгонял, всю жизнь преследовал. И я один из мусульман, но это уже было поздно. Мы знаем, что покаяние, оно действительно до того, как человеку подошла смерть. Так что же такое вера, дорогие братья? Определение веры дали ранние поколения мусульман, ранние представители и ученые, знатоки Аглю Суннавальджама. Они сказали, что вера – это убежденность в сердце, это произнесение слов языком, и это совершение поступков частями тела. И также они добавили, что вера увеличивается по мере совершения добрых дел и уменьшается по мере совершения греховного. Эти пять составляющих, дорогие братья, являются неотъемлемыми частями определения веры. Также существуют другие группы течения, которые противоречат этим пониманиям. Одни сказали, что главное, что вера в сердце. Если человек сказал, я верующий, потом делай, что хочешь, ему ничего не повредит. Другие же сказали, что нет. Если человек делает даже большой грех, не многобожий, а другой большой грех, то это выводит его из ислама. Две крайности, от которых нас учит ислам отдаляться. Таким же являются настоящие верующие. Аллах говорит, верующими являются истинными верующими являются те, которые уверовали в Аллаха, в его посланника, а затем не сомневались. Истинная вера перед Всевышним Аллахом, вера Всевышнего Аллаха, побуждает человека делать добро и воздерживаться от плохого. Она задевает определенные струны, если можно так выразиться, в сердце человека. Всевышний Аллах говорит, что в переводе означает, «Поистине верующие – это только те, которые при поминании Аллаха, их сердца сжимаются». А когда им читают знамения Аллаха, то есть аяты, которые он не спасал, это увеличивает их веру. Обратите внимание, увеличивает их веру. То есть вера может увеличиваться, может уменьшаться. И они уповают на своего Господа. Суфьян ибн Уйейна, рахима Аллах, один из известнейших ученых первых поколений, сказал, в прошлом ученые писали друг другу в письмах такие слова, «Если человек сделает благим то, что скрыто у него в душе, то Аллах сделает благим то, что видно людям». Если человек наладит отношения с Аллахом, то Аллах наладит его отношения с людьми. А если человек будет трудиться для мира вечного, то Аллах обеспечит его всем необходимым в этом мире. Да, дорогие мусульмане, страх верующего – это то чувство, которое побуждает всегда и везде бояться Всевышнего Аллаха. Абу Аддарда, известный сподвижник, говорил, «Почему я не вижу проявления сладости веры в вас?» То есть он обращался уже к следующим поколениям. «Почему в вас я не вижу проявления веры, сладости ее? Клянусь тем, чьи дла не душа моя. Если бы дикий зверь ощутил сладость веры, то это было бы видно по нему. Человеку, который боится за свою веру, она даруется. А кто спокоен за нее, оттого она забирается». Страх верующего оберегает его от лицемерия. Абу Мулейка передает, «Я застал 30 сподвижников пророка, саллаллаху алейху ассалям, каждый из которых опасались за себя лицемерия». Упоминается о Аль-Бухаре. Аль-Хасан Аль-Басри сказал, «Клянусь Аллахом, каждый верующий на этой земле ложится вечером спать и просыпается утром, опасаясь лицемерия. А не опасается лицемерия, только лицемер». Посланник Аллаха, саллаллаху ассалям, нас учил. «Кто верует в Аллаха в последний день, пусть говорит что-то хорошее или же молчит». Также пророк, саллаллаху ассалям, сказал, «Лейсаль муамину битта'ан, валалла'ан, валалфахиш, валалбадзи». То есть верующий не очерняет, не проклинает, не говорит непристойностей и не сквернословит. Также в другом хадисе говорится, «Верующий наивен и великодушен, а нечестивец коварен и низок». Толкуя этот хадис, Ибн Аль-Афир говорит, «Это не означает, что верующий не обращает внимания на то, что происходит вокруг него, или что он мало знает о зле». Нет. Это означает то, что он знает, где зло, но не ковыряется в нем, не пытается разузнать о зле, не ходит в те места, где происходит зло, не слушает те передачи, в которых говорится о зле. «Это неосведомленность, как говорит Ибн Аль-Афир, вовсе не невежество, а благородство и благонравие». Также истинный верующий, у которого есть истинная вера, он не думает только о себе, он думает о других мусульманах, делает за них дуа, помогает им, исправляет их. Верующий всегда приветлив, воспитан, и он приятно себя ведет с окружающими. Посланник Аллаха, саллаллаху алисалям, также сказал, «Верующий тянется к людям и привлекает к себе людей, а в том, кто не тянется к людям и к кому не тянутся они, нет блага. А лучшим из людей является тот, кто приносит им больше всего пользы». Также верующий, которого вера побуждает к добрым делам, старается призывать к хорошему. И запрещать то, что запрещено. Аллах в Коране говорит, «Валь муэминуна, вал муэминату, баадухум аулияу баад, ямуруна бель мааруфи, вангауна аниль мунькар». Что означает, верующие мужчины, верующие женщины, друзья, помощники друг другу, они призывают к одобряемому и запрещают порицаемое. И также верующие, они, естественно, думают о поклонении Всевышнему Аллаху. И все сферы своей жизни, они пронизывают этой верой. Аллах говорит в Коране, «Валь муэминуна, то есть те, которые отворачиваются от всего ненужного, пустого, которое не приносит пользу ни в мирской, ни в вечной жизни, которые выплачивают закат, которые оберегают свои половые органы и так далее». Далее в аятах перечисляется. Поэтому, уважаемые мусульмане, помним о том, что вера – это не только наши слова, это не только то, что нам передалось от наших предков, от наших отцов, дедов, но это наши ежедневные дела. Если мы хотим встретить Аллаха с искренней, правильной верой, то нам нужно заниматься этим, закатив рукава уже здесь, сейчас и сегодня. «Баракаллаху ли ивальакум фил Кур'ане л-Азим. Вонафа'ни Аллаху и иякум бима фи Химинал аят и визикре л-Хаким. Акулу хааза л-Каула вастагфируллаха льи ивальакум. Продолжение темы веры. Вера помогает преодолевать человеку все испытания мирской жизни. Сравните верующего, которого постигло какое-то горе или испытание, и сравните неверующего. Как реагируют верующие на те проблемы, с которыми сталкиваются в жизни, и как реагируют неверующие. И вам станет понятно истинные плоды веры во Всевышний Аллах. Также вера отличает доброго, благого, хорошего человека от скверного и плохого. Аллах говорит в Коране Что означает, Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы сейчас находитесь, пока не отличит плохого человека от хорошего. Поэтому обратим внимание на то, что происходит сегодня в мире, то, что происходит в разных мусульманских, на разных землях, где живут мусульмане. Какие-то проблемы, ситуации. Одна затихает, вторая возникает. Это все не просто так. Это для того, чтобы отличить искреннего, правильного верующего от того, кто только претендует на веру. Также верующие терпеливо переносят испытания, которые им дарует Всевышний Аллах. Пророк С.А.С. сказал Что означает, удивительно положение верующего. Если его постигает какая-то беда или несчастье, он проявляет терпение, и это несчастье становится для него благом. Также Пророк С.А.С. сказал Что означает, положение верующего в любой ситуации – благо. И даже когда его душа забирается, то он все равно восхваляет Аллаха. Также вера дает успокоение и безопасность. Смутные и страшные времена, которые, вне всякого сомнения, в которое время мы здесь сейчас живем с вами, на этой земле. Всевышний Аллах говорит Что означает, те, которые уверовали и не обрекли свою веру в несправедливость, то есть не делали многобожие во всех его видах, то для них будет безопасность, и они будут идти прямым путем. Не всякого сомнения, уважаемые мусульмане, что наша жизнь с вами ничего не стоит без веры. И следует об этом помнить, напоминать себе, своим семьям, своим детям, что самое большое богатство – это не наши деньги, это не наши дома, это не наши машины, и не наши семьи. Это наша вера. Потому что если мы встретим Аллаха без всего этого, но с верой, то мы попадем в рай, со изволения Аллаха. Но если мы будем самыми богатыми, материальными людьми в этой жизни, но у нас не будет веры, то мы никогда не попадем в рай. Также верующие милосердны друг другу, помогают друг другу. Они стараются все свои вопросы возвращать к Урану, к Сунне, к Шариату. И они должны быть довольны любым решением Всевышнего Аллаха и Его Посланника, даже если это решение невыгодно в какой-то ситуации какому-то мусульманину. И в завершении нашей худбы также хотелось бы отметить, что искренние, полноценные верующие, они не употребляют алкоголь, они одеваются из дозволенного, они зарабатывают дозвольным образом. Всевышний Аллах говорит, «О те, которые уверовали, ешьте из тех благ, которыми вас наделил Аллах, из которыми мы вас наделили, Аллах говорит, «И благодарите Аллаха, благодарите в своих делах, в своих словах, в своих убеждениях, благодарите Аллаха, если вы Ему поклоняетесь на самом деле, не на словах, а на самом деле». Поэтому, дорогие мусульмане, все мы должны знать, что такое вера, что говорится в Коране, в хадисах, что говорят исламские ученые о вере. Также мы, естественно, понимаем, что этой худбы недостаточно для того, чтобы раскрыть все аспекты веры. Но хотя бы основные моменты мы попытались здесь затронуть. Также в завершении худбы хотелось бы обратить внимание, что от предостеречия двух неправильных пониманий веры, которые мы уже сказали. Первое – это то, что вера только в сердце, и делай, что хочешь, или не делай ничего. Главное – я верю в сердце. Это неправильно. На это указывают Куран и Сунна, что вера должна подтверждаться делами. И другая крайность, которая, к сожалению, проявляется сегодня среди мусульман – это черствость, жесткость. Когда один мусульманин видит другого, как он грешит, как он ошибается, как он где-то отступился, вместо того, чтобы подать руку, он его еще дальше вгоняет в землю. Он еще дальше его унижает, как будто бы возвышая себя. Вот он такой плохой, а я такой хороший. Нет. Не забывайте слова Всевышнего Аллаха. Так не восхваляйте же сами себя. Не говорите, я такой чистый, богобоязненный. Ибо Аллах знает тех, кто на самом деле богобоязнен. Богобоязнен не те, кого мы считаем богобоязненным, а тех, кого Аллах таким считает. Поэтому вместо того, чтобы как-то мусульмана вгонять еще ниже в его грех, или упрекать его, или проявлять к нему черствость, лучше протяните руку. Один на один дайте совет. Ведь рай широкий. Рай Аллаха широкий. И не мы вправе кого-то вводить в рай или выводить из него. Но мы вправе подсказать эту дорогу. Как Аллах говорит о пророке Мухаммаде, Поистине на тебе лежит всего лишь ответственность довести. А дальше они последуют, последуют. Нет, нет. Прошу Всевышнего Аллаха даровать нам крепкий иман, увеличить его и даровать нам следование Курану и Сунне. Курану и Сунне.